Братья и сестры, здравствуйте! Есть такая идея, я бы хотел, чтобы она нашла себе места в сердцах людей, перенесение всех святых истин из области книжек в область нашего сознания, то есть сердца и памяти, головы и сердца. То есть пока все святые слова, например, находятся в книжке, а книжка с тобой, ну все хорошо, но когда у тебя книжку забрали, а голова твоя пуста, то у тебя да и нет ничего, собственно. Но если все, что есть в книжке, занесено в тебе в сознание, то забирайте книжку, сожгите даже книжку, там отнимите у меня возможность читать, у меня все в голове есть. И вот в этом смысле я бы хотел, чтобы мы с вами занимались изучением писания, выучиванием наизусть отдельных фрагментов. Это касается и Евангелия, и Псалтирии, и других мест священных книг. Я сегодня, поскольку мы уже трогали эту тему, пойдем, так сказать, Псалом 3, он в 6-псалме читается постоянно, если вы на утреннюю ходите или на все ночные обдения, там вы слышите это, Господи, что си умножишь остужающими. Это Псалом царя Давида, когда он убегал от своего сына Авесалома. А Псалом, Авесалом, это был человек, который восстал на отца, такой антихрист своего рода, да, который восстал на отца законного царя и хотел быть царем сам, и собирал всяких шалых, лишних, таких шальных людей, и уговаривал их поднять бунт, и пиар такой себе специальный устроил. Он у ворот города стоял, приходили люди к царю, там решают свои дела. Он говорит, а что там этот царь решит? Говорит, вот если бы я был царем, вот я бы тебе помог. И он набрал такую кучу всяких мерзавцев, которые, значит, восстали на законного царя, и он на отца, и Давид убегал от него, и в период бегства от своего родного сына он написал Псалом 3, то есть было рождено им, из его сердца излилось это молитвословие, где умножились стужающими, то есть восстающими нами. И здесь есть многое касающееся нас, потому что Псалтирь написан Давидом про себя, но каким-то странным образом она касается вообще всех людей. То есть он писал, он пел Богу о себе, а пропел Богу о всех. И каждый может брать себя, значит, за сокровищницу. Вот, например, мнозик глаголит души моей, по-русски. Многие говорят души моей, там есть спасение ему в Бозе его, то есть нет ему в Боге спасения. Кто эти многие, кто это говорит? Ну, бесы, например, да, говорят человеку, там, все, ты пропал, Бога нет, Бог тебя не слышит. Или Бог есть, но он тебя не слышит. Богу до тебя дела нет, например. То есть не спасение ему в Бозе его. Есть много атеистов, всяких таких разных клейменных мерзавцев, таких ленинцев, таких духовных ленинцев, которые в комсомоле, может быть, никогда не были, но они в духе как бы, в духе и силе, как бы этого лысого гения, значит, они говорят, да нет, ничего там, да бросьте вы молиться, перестаньте, давайте будем делать добрые дела. Есть такая дьявольская фишка, говорит, давайте делать добрые дела, давайте перестанем молиться. Зачем молиться? Давайте будем вот просто любить друг друга. Давайте вот будем там бомжей всяких там по улицам подбирать, давайте будем там, значит, там всяким там, не знаю, там безногим коляски покупать. А молиться не надо, не надо молиться. Ну какой дьявольский глаз такой, потому что те, которые перестали молиться, они потом вообще перестанут верить, добрые дела тоже перестанут делать. И вот это псалом отчаивает человека, который не хочет отчаиваться. То есть вокруг него кишмя кишит какой-то духовный мир и говорит, да нет тебе спасения, нет тебе спасения, тебе нет в Боге спасения. А он нет, а он говорит, глазом моим ко Господу возвах. И он слышит меня от горы святой своей. Есть такие мнения, что под горой святой, там можно понимать и Богоматерь. Гора Тучная, гора Божия, гора Уссоренная, гора Тучная, гора, в которой Бог благоволил вселиться. Там в 67-м псалме есть такие слова. В общем, от горы святой своей Господь услышал меня, вызывал на небеса. Ложусь, сплю, встаю, и Господь защищает меня. Не убоюсь от тем народа, тем людей, со всех сторон нападающих на меня. То есть в конце концов Давид вообще был смелый воин. И руки его были в крови, но это не отменяет его святости. Он не боялся вообще никого. И он воевал всю жизнь, впрочем, и убегал. Убегал от любимых. Убегал от сына своего, от ближайших предателей своих, которые раньше были очень близки к нему. И он говорит, не убоюсь от тем людей, окрестно падающих на меня. Вот справа, слева, спереди нападают. Говорит, не убоюсь. Это очень важное качество. Качество, знаете, такое бесстрашие, это вообще редкая вещь. И я не знаю, встречали ли вы когда-нибудь бесстрашных людей? Не сумасшедших, а именно бесстрашных, которые сохраняют присутствие духа, бодрость, мужество и рассудительность, и адекватность, когда со всех сторон нападают на них. Это то, что нужно человеку. Чем больше ты идешь к Богу, тем больше находишь врагов. Это закон тоже. Это никогда не убежишь. То есть идешь к Богу, будь готов повстречить врагов. И спереди, и сзади, и справа, и слева. Говорит, я не убоюсь от тем людей, окрестно падающих на меня. Повторяю, что Псалом сей третий читается. С него начинается Шестопсалмия. Шестопсалмия. Это такая важнейшая часть утренней, всеночного бдения. Это наши, говорили предки, что это некий такой длинный псаломский разговор Бога, Сына с Богом Отцом. Что Сын Божий разговаривает со своим Отцом, вот именно в земных этих страданиях, Псалмами Шестопсалмия. То есть нападают, угнетают, потом там возвеселюсь, возрадуюсь, там благословлю Господа на всякое время. Потом опять. То есть вот это вот синусоида, как бы таких, значит, тяжелых духовных состояний. Даже считали, что суд Божий будет длиться ровно столько, сколько читается Шестопсалмия. Даже такая мысль на Руси была у старых книжников. Ну, не знаю, так, не так, потом проверим. Вот. Ну вот третий псалом. Прочтите его для себя на русском, на славянском, на английском, на латыни, как хотите прочтите. Для того, чтобы понять вообще, какие мысли должен иметь в себе человек, который Богу служит, а со всех сторон его окружают враги. Вот. И там есть, конечно, пророчество о Христе. В общем, псалтирь – это, конечно, беспримерно святая книга, и пусть солнце станет, но пусть псалтирь не замокнет, говорил Святой Златоуст. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова